здравствуйте в эфире я сергей беседим и мой блог о бизнесе в эпоху турбулентности сегодня я немного порассуждаю о том зачем людям вообще покупать зарубежную недвижимость какие у них есть при этом цели но целей у них обычно 3 первая цель это покупка недвижимости для переезда на внж или пмж вторая цель это покупка недвижимости с целью отдыха то есть ну грубо говоря назовем ее курортная цель и третья это покупка с целью инвестиции но инвестиции бывают разные то какие-то спекулятивные вещи то есть купил допустим на стадии котлован или наоборот просто на стадии быстрого роста рынка и перепродал либо просто сдаешь ее в аренду получаешь за это стабильный выход валюте рассмотрим каждую из этих трех целей подробнее первая цель покупка для переезда на пмж это наверное вот самая такая правильная цель потому что если уже человек переехал в эту страну то куда ему деваться не снимать же ему пожизненно жилье и такая недвижимость определенно нужно но прежде чем вкладывать большую сумму средства у некоторых это все средства которые у них есть надо задуматься хочешь ли ты жить в этом на жилье постоянно все ли тебя устраивает то есть в этом случае можно быть и чуть более придирчивым чем в остальных случаях ну и понимать до ликвидность этого жилья потому что потом ваша семья может разрастить или просто вырасти ваши потребности вам захочется другое жилье более просторно или классом выше а и соответственно если вы купили жилье опалившись на цену с низкой ликвидностью его точно так же сложно будет и продать особенно местным вторая цель покупки недвижимости это цель курортная она была в моде у россиян наверное лет 15-20 назад то есть особенный бум был в недорогих странах типа болгарии то есть квартиру в болгарии покупал каждый кому не лень потом люди остались с вот этими всеми многочисленными пассивами на руках даже не назвал бы не пассивом а каким-то обременением потому что постоянно надо платить и налоги и жкх то есть оказалось что человек отдохнул в болгарии один раз второй раз третий ну а четвертый раз ему на это место совершенно не хочется уже недвижимость она осталась что с ней делать непонятно не каждый далеко готов свою недвижимость которую подбирал для себя свое гнездышко сдавать каким-то посторонним людям поэтому вот такого плана импульсивные покупки я бы советовал от них воздержаться и подумать хотите ли вы каждый год проводить свой отпуск в одном и том же месте потому что это достаточно скучно третий вариант покупки недвижимости от инвестиционный в принципе он наиболее популярен сейчас среди россиян но надо понимать что здесь тоже кроются свои подводные камни то есть если вы рассматриваете инвестиционную недвижимость а на курортном побережье например тоже болгария там курортный сезон длится всего 3-4 месяца 9 месяцев она будет у вас простаивать и по итогу года считая свою рентабельность свой доход вы столкнулись с тем что эти цифры вас могут неприятно удивить а поэтому есть смысл покупать недвижимость в центре крупных городов или в спальных районах крупных городов таких как там дубай стамбул и так далее а с тем расчетом чтобы она сдавалась круглый год на самом деле это гораздо предсказуемее гораздо выгоднее гораздо более понятная схема дохода да она может быть не слишком прибыльно она может быть достаточно консервативный но а в целом как показывают расчеты за много-много лет интегрированная доходность от зарубежной недвижимости довольно неплоха и в принципе если вот ваша корзина вложений инвестиций она состоит из недвижимости смешанной с акциями это гораздо более выгоднее чем держать просто акции которые обладают большой волатильностью мы беда групп можем подобрать вам сотни вариантов интересной инвестиционной недвижимости и недвижимости для пмж обращайтесь к нам и помните что эпоха перемен в то же время это эпоха возможностей